В данный момент за что вы доставлены в отдел полиции? Помогательство. У нас общий знакомый Шамиль есть пацан. Я его довозил ночью возле Ливона. К клубу подвез, там стоял этот парнишка. И в ходе разговора, короче, здесь он говорит, к моей знакомой девушке приставали, говорит, за этот... Ну, она малолетка, короче, здесь педофил, говорит, здесь. Я сказал ему, педофилам наказать нужно. И все, на следующий день, короче, в день раз, сегодня он позвонил мне. Поехали. Надо поехать где-то туда. Все, я подъехал к нему, и мы поехали к гостинице, к этому, где он работает, мужик. Я начал вести диалог, короче. Говорю, ты знаешь, за педофилию в Дагестане что делать? За педофилию что делать в Дагестане? И он начал грубо разговаривать и позвонил сыну. Когда он с сыном разговаривал, сын, видимо, попросил передать телефон этому парню. И он передал телефон к нему. Его сын позвонил, составил встречу и попросил написать о Лене, как им по-другому это делать жить. В тот момент, когда мы еще не знали, что девушка летит. В 18-м, как раз она была совершеннолетняя, как мы думали, как нам говорили, что она была не совершеннолетняя. В это время она сняла видео, что этот человек с ней творил. Я не отправился из театра ему. Это старик, в 18-м, хотел для меня домогаться. Он где работает? Он администратор в отеле, который мы снимаем комнату. Ребята никакого участия не приняли. Они приехали, они с ним спокойно поговорили. Они ему дали знать, что он сделал большое преступление. Из-за того, что за это преступление ему идет уже срок. И он, типа, говорит мне, я никакого преступления не делал. И просто один друг Эмилиана взял его подъехал. Он разозлился, начал, короче, сыну звонить. И вот так, вот так, сын, ну, что там случилось потом. Сын захотел со мной встретиться. Мы встретились, где эта окушинка кольцевая. И мы там поговорились, его с сыном договорились. Он сам предложил, давайте по заявлению будем писать 30 тысяч. Типа, я тебе дам, и ты заберешь заявление. Я сказала, хорошо, я согласна. Все.